Продолжаем выпуск. От того, насколько точны весы правосудия, зависит судьба многих людей, защита их прав. С целью изучения состояния соблюдения принципов справедливости в судебно-правовой системе, анализа проблем, вызывающих у граждан нарекания, группа сенаторов и депутатов провела встречу с представителями адвокатства корпуса. Об итогах диалога в материале далее. Кому обращается человек при возникновении проблемы, спора или конфликтной ситуации? К адвокату. Они представляют и защищают интересы личности и хорошо знают, с какими трудностями сталкиваются люди в процессе судебных тяж. Повышенный интерес к проблематике в этом направлении предопределил повестку рабочей встречи представителей законодательной ветви власти и адвокатского корпуса. В диалоге обсуждался спектр вопросов, адресованных к работе судебно-правовой системы. Повышенное внимание уделили таким аспектам, как уровень доступа людей к открытому и независимому правосудию, качество, оперативность и ответственность судей при вынесении вердиктов. Цель, объединившая участников, проанализировать факторы, вызывающие у граждан нарекания. Предпринимаемые в судебно-правовой сфере реформы дают очень хорошие результаты. Но работа должна совершенствоваться и в первую очередь в интересах граждан. Среди наиболее злободневных и мучающих наших людей проблема локации судов. И работая в БУКЕ, если у жителей нашего района возникает вопрос к гражданскому судопроизводству, они вынуждены ездить в другой район. Да, некоторые рабочие моменты можно решить онлайн или передать бумагу в суд через кого-то. Но при рассмотрении дела человек должен ездить сам. А это, сами понимаете, и деньги, и время. У меня такое предложение. Создать в каждом районе свой дом правосудия. Сейчас действуют отраслевые суды. Хозяйственные, административные, по уголовным делам и так далее. Если будет единый адрес и председатель суда, как вы, адвокаты, к этому относитесь? А еще я предлагаю усилить требования к рассмотрению юридических факторов, формирующих компетенцию административных и гражданских судов. Часто бывает, человек обращается в один из них, его отсылают в другой. И вот представьте, гражданин мается, бегает между ними. В итоге у человека складывается негативное мнение в целом о системе. Пропадает вера в правосудие и в происходящие к лучшему перемены. В ходе диалога адвокаты высказывали мнение и предложение, которое они слышат от своих клиентов, то есть от обычных граждан, а также поднимали вопросы и озвучивали чисто профессиональные инициативы. Меня волнует кадровый вопрос. Судей мало, да и адвокатов тоже. А объем работы большой. Например, на одного адвоката в Ташкентской области приходится 12 тысяч жителей. Еще одно предложение. Необходимо повысить ответственность судей за выносимые решения. Например, районный судья вынес его, а суд высшей инстанции отменил. Конечно, есть профессиональные аспекты, но с их учетом все же за такое неправильно принятое решение, считают, судьи должны нести ответственность. Ведь каждое дело имеет и временные, и материальные, и моральные издержки. По итогам рабочей встречи адвокаты в письменном виде изложили свои предложения, инициативы и передали их законодателям для рассмотрения и дальнейшей проработки.